Новые гении первого ранга Программа Рустема Бигенова на Радио Классик Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем говорить о Бобби Уилсоне, которого называют одним из самых влиятельных театральных режиссеров и художников второй половины XX века. По совету родителей Уилсон изучал административное дело, но бросил Техасский университет и переехал в Нью-Йорк, где поступил на архитектурный дизайн. Стал посещать театр, в котором сильное впечатление получил от абстрактных балетов Жоржа Баланчуна, работ Марты Грэм, экспериментов Мерса Каннингема. Именно эта новая хореография, расцвет которой пришелся как раз на послевоенную Америку, оказала самое главное влияние на творчество Уилсона. Мизансцены, линии передвижения актеров по сцене и жесты – это то, чему с самого начала Бобби Уилсон уделял самое большое значение. В этом смысле Уилсон, хореограф и его театр – это в большой степени современный танец, хотя принято считать его больше драматическим, или, согласно Ханс Ти Сулейману, постдраматическим театром. По словам самого Уилсона, жесты он берет из японского театра «Но». Вообще, ему, как и многим западным художникам послевоенного времени, близок традиционный восточный театр. Взгляд, жесты, актерские мимические маски, которые создают исполнители его спектаклей, Уилсон взял из китайской оперы. Ему также очень близка культура Индонезии. В 2004 году он поставил спектакль «Я ла галиго» посвященным индонезийским текстам. Яркие жесты традиционных театров помогают актеру на сцене создавать напряжение и энергию присутствия. Высокая концентрация на точности, с которой актер исполняет жест, превращает пространство, в котором проходит действие, в особое, ритуальное. Также работает высокая концентрация, с которой актер должен медленно передвигаться по заданным Уилсоном линиям по сцене. Все движения актеров по сцене строго заданы. Они должны попадать в лучи сценического света. А этот свет в театре Уилсона сделан с такой точностью, что зритель может видеть, например, только кисть актера и его голову, а остальное тело нет. Поэтому актер должен попасть кистью в пятно света размером 30 сантиметров в диаметре. Одновременно попав лицом в другое пятно света размером в 30 сантиметров в диаметре. Боб Уилсон говорит, что работает с очень жесткой рамкой, формой, которую он дает актеру. Но важна не рамка, а то, как ее наполняет актер. Я никогда в своей жизни не говорил никому, что ему думать и что чувствовать. Я только говорю быстрее, медленнее, резче, громче, тише. Движения, мизансцены, жесты, маски, костюмы и грим Уилсона очень яркие, узнаваемые и выразительные. Они рассчитаны на большое число зрителей, как опера или балет. Но это не опера и не балет. Это скорее площадной театр. Правда, очень эстетизированный. Особую красоту этому театру придает, конечно, свет. Боб Уилсон изобрел то, что называется световой задник. Именно поэтому световому заднику, то, что в обычном классическом театре нарисовано, вы сразу узнаете спектакль Уилсона. Сейчас прозвучит фрагмент произведения одного из самых исполняемых современных композиторов – Арво Пярта. Произведение называется «Мизерер». В 2015 году это произведение вошло в совместную работу Пярта и Боба Уилсона. Эта работа называлась «Страсти по Адаму» и представляла собой спектакль, который мне лично показался ничем иным, как живым музыкальным клипом. В Таллине, на бывшем заводе по строительству подводных лодок, дирижер Тыну Кальюсте, камерный хор эстонской филармонии, Таллинский камерный оркестр, солисты, актеры и студенты театральной школы и школ танца исполняют четыре произведения Арво Пярта – «Плач Адама» 2010 года, «Табула Расса» 1977 года, «Мизерере» 89-92 года и специально написанные для «Страстей по Адаму» произведения «Секвенция Ая». Под эту музыку Боб Уилсон создал потрясающее сценическое действие. В одной из сцен, например, обнаженный Адам медленно и гипнотически в течение получаса идет по подиуму длиной 20 метров. В интернете есть видеозаписи этой волшебной работы. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и желаю всего доброго. Звучит мизерере Арво Пярта. «Нашка» «Страстей по Адаму» «Адамы》 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Новые гении первого ранга. Программа Рустема Вегенова на радио Классик. Продолжение следует...